В этом году мы начали работать немножко пораньше, но погода этому неблагоприятствовала, лед сошел очень поздно. Тем не менее, первый рабочий день на водоеме был 18 апреля. С 18 апреля по 1 мая у нас было уже, ну почти каждый день мы работали в этот период. До конца апреля вывезено на полигон уже больше полутора тонн мусора, собранного непосредственно с водоема. Чаще всего достаем пластик. Чаще всего это бутылки, это стаканчики, это тарелочки. Но есть крупногабаритный мусор, который течением, видимо, сюда затягивает еще в связи с реконструкцией Макаровского моста, в связи со строительством жилого комплекса на берегу пруда. Все-таки мусор попадает в воду, достаются и поддоны из-под кирпича, и автомобильные колеса, и большие бревна смываются водой. Особенно вот Макаровский мост туда повыше, там большие строительные работы, вы прекрасно все знаете этот объект. И он, ну, нам он радости не приносит. Вы сказали, что ваше – это то, что плавает на поверхности воды, либо вот что торчит из воды. Да. А вот что с тем, что лежит на дне? С тем, что лежит на дне – это отдельный контракт должен быть. Ну, это уровень не моей компетенции. Все-таки это федеральный водоем, и там под ним федеральная земля. Насколько город захочет вглубь городского пруда углубиться, ну, это уже вопрос к городу. Наша задача – собирать то, что на поверхности воды, то, что нависает на ветках деревьев, на опорах мостов. То есть, видимая часть мусора, которая находится над водной гладью и на водной глади – это то, чем занимается наше предприятие, то, что мы выбираем и собираем. Год от года меняется количество мусора? Да, вот, как говорится, там, в этом году мало было, почти потихонечку, потихонечку, а в прошлом году все много. Ну, в этом году тоже потихонечку, вот, ставят, как лед, и все. Достаем пока много. То есть, можно поблагодарить жителей города за то, что у вас есть работа? Ну, да, там, чего поблагодарить-то? Лишь бы не бросали мусор. Как говорится, чистота уже, что, всем нам самому, нам-то надо.